В последнее время все чаще приходят письма, где новички или те, кто читал книги, не всегда понимают, что делать в критических ситуациях, что делать, когда обрушились несчастья какие-то или обнаружилось заболевание. Не все имеют достаточный запас времени, чтобы прочитать достаточно большой объём книг, видеодисков. И я подумал, что может быть полезным записать диск, посвящённый работе над собой. И не просто в виде лекции, а в виде непосредственного общения и возможности поработать перед экраном компьютера или телевизора. Итак, у вас обнаружились какие-то проблемы. Что нужно делать в этом случае? Я говорю, что если какое-то серьёзное заболевание, нужно идти к врачам, чтобы оценить ситуацию, чтобы иметь какие-то прогнозы и чтобы начинать бороться со следствием. Параллельно нужно работать с причинами. Потому что причиной любого заболевания, любых проблем является проблема с нашей душой. Дело в том, что у человека существо энергетическое, и в нём есть несколько видов энергии. Два основных вида энергии, как у души две половинки. Одна обращена к стратегическим планам, другая — к тактическим. То есть один вид энергии физический в нашем теле, другой вид энергии, который связан со временем, с духовными структурами. Это та главная жизненная энергия, которую на Востоке называют Чи, или Ци, или Прана. И запасы этой энергии можно возобновлять, можно тратить, и это влияет на наше физическое здоровье, на судьбу. Дело в том, что понятие здоровья, понятие судьба, понятие психическое здоровье — всё это поддерживается различными видами энергии. И когда у человека главная энергия уменьшается, то тогда начинается снижение по всем направлениям. Он может заболеть психической болезнью, у него может быть развал по судьбе, у него могут быть проблемы на физическом уровне. Но всё это в основе, так сказать, имеет одну и ту же природу. Главная жизненная энергия у нас находится в душе. Продолжение следует...